Ну что, народ, всем здорова! Буду немножко щуриться. Сегодня так получилось, что поехал с утра кенцовым подснять. Солнышко светит, забивает глаза, но не будем на это отвлекаться. О чем сегодня пойдет речь? Хочу вам представить один тепловизионный прицельчик. На мой взгляд, очень интересный. Вообще, в предыдущих роликах, по-моему, насколько я помню, это были у нас охоты на бавра и как-то на лесу, но попадался в комментариях мне вопрос, не вопрос, а точнее пожелание одного или нескольких из зрителей показать что-то надежное. То есть, и было описание, сейчас уже дословно не вспомню, то, что зачем, типа, ну, конечно, с претензиями, как это обычно у нас и бывает, зачем, типа, нужен тепловизор там с кучей наворотов, он должен быть простым и надежным. Вот вам простой и надежный тепловизор. Но, несмотря на то, что он простой и надежный, он очень функциональный. Функциональный в том плане, что в нем есть минимум всего необходимого. Именно здесь стоит 640-ая матрица, 640 на 512, которая довольно-таки мощно, прогрессивно здесь прокачана. Теплик выдает, ну, на мой взгляд, очень-очень хорошую картинку. При этом здесь все это лежит на керамике. И у этого тепловизионного прицела есть лазерный дальномер. Прицел комплектуется планкой, самый простой, никаких наворотов на обычных винтиках, гаечках. Работает он от четырех аккумуляторов CR123 батарейка, аккумулятор, не помню, как называется. Ну, в общем, вы, я думаю, понимаете, стандартная батареечка. Четыре аккумулятора поставили, все работает. Запитка от Powerbank возможна, также подсоединение его к компьютеру. В комплекте идут два шнурочка. Все управление прицелом осуществляется четырьмя вот этими вот клавишами. Ну, и стандартная, естественно, у него отстройка фокусировки и диоптрия под индивидуальный параметр зрения каждого человека. Теперь по наворотам внутрянки. Их здесь нет. Что значит нет? Нет, по факту здесь есть энное количество профилей, по-моему, где-то порядка десяти штук. Простейшие сетки, из которых я могу выделить, ну, разве что пару сеток, которыми можно пользоваться. Никакой автобалистики, корректировки с выводом профиля заранее пристреленного при помощи дальномера здесь нет. Это простая кондовая штука, которая очень хорошо видит, может замерить дистанцию и позволить вам выстрелить. При всем при этом из пластика здесь только крышка. Остальное это все полностью металл, который собран, ну, наглазник еще резиновый. Остальное это металл, который собран на винты через прорезиненные сальнички. Представляет данный тепловизор компания Инфртех. Вот тут вот, в общем, короче, напишу. И также в описании добавлю почту. То есть там вы можете задавать все актуальные вопросы, кого что будет интересовать. Если же вопросы по каким-то элементам приборов, также будет присутствовать мой телеграмм. Переходите туда, подписывайтесь. То есть если какой-то развернутый вопрос, вам нужно получить на него какой-то детализированный ответ, мне проще короткое видео отснять, показать и выложить в телеграмм. Сегодня, по сути, будет такое видео. Я его предварительно уже свел по стволу, ну, для того, чтобы свести по стволу с моим карабином. У меня это карабин Artec Prima 308 калибр. Вот, мне нужно ловер-апер отсоединить, соответственно, через ствол свести. Свел более-менее куда-то он у меня сейчас направление держит. Ну, поскольку здесь нет затвора, как в привычных стандартных винтовках болтовых, да, то есть вынул через канал стола, свел. В общем, процедура такая, немножко затруднительная, но, тем не менее, вопросов она никаких в этом у меня не вызывает. Попробуем, что сделать. Мне интересно, в первую очередь, поскольку эта штука функционируется как надежный прицел без лишних наворотов, в моем случае мне интересно его сейчас попробовать пристрелять, привести в ноль, потом снять прицел, убрать его, допустим, где-то мы его там транспортируем, повторно поставить и произвести стрельбу. Будет ли у нас какой-то сбой или нет. Планка здесь крепится очень надежно. Я заметил, что здесь вообще никаких щелей нету, но снизу вот только маленькая-маленькая щелка. Ну, понятное дело, что у нас расклинивание должно быть каким-то образом происходить, для того, чтобы было плотное сопряжение непосредственно самого прибора и планки. Ну и также дополнительно я бы рекомендовал, во всяком случае, как я делал, когда мы производим затяжку вот этих вот гаечек, здесь делать какие-то метки, чтобы их затягивать все время однообразно. Ну и в дальнейшем, конечно, мне интересно, когда у нас немножко, так сказать, лето канет в лету, попробовать с ним поохотиться. Какой-нибудь видеоролик с охотой мы сделаем. Уже не за горами, в принципе, у нас открытие сезона по лисице, и я думаю, попробуем с ним поохотиться. Установки. Ну, здесь все просто. Я уже определил место на своей планке, куда у меня прицел будет устанавливаться. Установили, немножко вперед его сдвинули, чтобы энергия отдачи нам не мешала как можно быстрее поймать среднюю точку попадания. Ну и также я использую еще вот такой вот ключик. Я вам ВК-ссылку оставлю. Там, короче говоря, товарищ у меня на 3D-принтере всякие штучки интересные печатает. Вот такого вот формата. Короче говоря, сделал мне гаечку. Вот я ее просто подтягиваю от руки, чтобы с собой ключи не возить. И все. То есть запоминаю, где как у меня это все дело стоит. Здесь риска и здесь риска. Но я ничего намечать не стал, потому что, как бы вы сами понимаете, прицел не мой. То есть и какие-то на нем, то есть отметки делать будет нежелательно. Еще есть дополнение. Прицел имеет фото-видео фиксацию, сменные палитры, там, по-моему, штук 5 что ли, и микрофон. Памяти в нем 64 гигабайта. За кадром немножко подготовился, включил тепловизор. Включается он, в принципе, недолго. Я думаю, где-то, ну, секунд 15, ну, меньше 20, это точно. То есть, ну, до полного включения. Картинка в картинке присутствует. Не знаю, кстати, интерфейс меню будет ее писать или нет. Но я вам сейчас включу видеозапись. Мы посмотрим все это дело на пристрелке. Для начала включим вторую камеру. Там, конечно, у нас трава зарастает, пишет, отлично. Трава все зарастает, но, тем не менее, тем не менее, так, ключик не потерял. Вроде все должно быть хорошо. Так, чем будем питаться? Питаться у нас будет наш агрегат обычным барнаульским патроном. 9,7 грамма. Вроде бы неплохо он ими стреляет для каких-то тестов. Нам сегодня не очень-то важно вот эту точность сверять, проверять. Да, конечно, солнце прям бьет в глаза. Сейчас как-нибудь попробую кипарик. Кипарик дело вообще рулит. Так. Ну, вот так вот более-менее вижу. Давайте произведем три выстрела, посмотрим, куда у нас все это дело прилетит. Видео-запись не включил. Так, включаем. Видео-запись включается у нас клавишей, которые ближе к окуляру. По-моему, в грелке, что ли. Не могу понять. Ну-ка, сейчас я гляну. Одну секунду. Да тут вообще не видно, куда она попала. Попала ли в бумагу. Ладно, давайте достреляем два. И я пойду гляну, что у нас там получилось. Есть ли у нас вообще в бумаге прилеты. Так. Я целюсь картинкой в картинке. Сертика довольно тонкая. Так, ну я не вижу, чтобы мы куда-то вообще попали. Поэтому пойду перепроверю. И на всякий случай возьму несколько патронов. Если что, приведу пристрелку как можно ближе. Прилеты попадания увидел. Они у нас вверх щитка зацепили. Повторим процедуру с камерой. Пишет, пишет. Да я думаю, вы, кстати, видели, наверное, на камере в самом верху. Там цепляло. Я думаю, также три патрона пока оставим. Я набрал с собой. Сейчас ввел корректировку, ввел поправку. Будем пробовать повторить. То есть, в принципе, куда мы целились, туда и попадаем. Сейчас, знаете что, я вам включу видеозапись и попробую поменять палитры. Палитры меняются здесь, кстати, функционально довольно-таки. Кнопкой меню, кратковременным нажатием. То есть, вот такой формат. Ну, основные охотничий, как вы все и прекрасно знаете, горячий-черный, горячий-белый. То есть, но сейчас очень сильно прогрет фон. Поэтому основу какую-то палитру показать, я не знаю. Ну, думаю, не получится. Так, попробуем повторить нашу пристрелку. Ну, фонит, конечно, здорово, потому что я говорю, блин, я еще не вижу ничего толком из-за этого. Каково? Солнце, которое бликует, в глаз бьет. Так, пробуем. Так. Поглядим. Ну, что-то там где-то мы попали, по-моему, несколько раз в районе грелки. Сейчас пока карабин будет остывать, потому что он черный, солнце горячее, и все это в совокупности дает хорошую положительную температуру. Пойдем посмотрим, что мы там с вами настреляли. Больше пока никаких корректировок, наверное, вводить не будем, чтобы времени отнимать. Сейчас попробуем прицел снять и поставить. Ну, перед этим, конечно, отметим наше попадание. Что мы имеем? Первые три выстрела. Вот они у нас. Раз, два, три. То есть, вот мы здесь зацепы сделали. Поэтому мы их не видели. А последующие вот. Вот здесь вот две пульки я вижу. Вот здесь вот одна. То есть, пуля в пулю засадили. И одна у нас. Или наоборот. По-моему, вот тут вот две. Ну, короче. Нет. Вот здесь вот две пули. Соответственно, кому интересно линевание и измерение. То есть, здесь у нас первые выстрелы были. Отрывов у нас нету. 45 миллиметров. И здесь у нас тоже 45 миллиметров. Барнаульский патрон. Артек Прима. Карабин. В принципе, вот такой вот результат показывает на дистанцию 100 метров. Все, отметки сделали. Сейчас пойдем все это дело снимем, поставим и продублируем. Ну и потом, может быть, еще подведемся, чтобы уже точно попасть в грелочку. То есть, у нас должно быть примерно СТП, но не выходить из вот этой вот зоны. То есть, чуть-чуть левее грелки должны быть попадания. Ну и пока карабин продолжает остывать. В принципе, он подостыл, пока туда-сюда бегали. Снимаем прицел. Он уже у нас выключен. Так, запомнили, где у нас это все дело стоит. Опять же, повторюсь, можно использовать какие-то метки, маркировать, устанавливать. Главное, запомнить, как он у нас на каком пазу стоит в планочке. То есть, сняли, по сути, и прицел убрали. Соответственно, почистили оружие там, и повторно приходим на охоту, устанавливаем те же пазы, где у нас и был. Проверяем там-там. Все, протягиваем. И плюс-минус. Сейчас я попробую поймать, где у меня как была затяжка. Примерно, где-то, наверное, вот так вот. Повторно. Что делаем? Камеру потом включу, ладно. Чтобы график не расходовать, пленку не сжечь. Включаем прицел. Пошел включаться прицел. Нифига не видно. Так, ну вот у нас уже, кстати, загрузился. пока крутил, вертел, фокус сбил. Все, отлично. Диод 3 сбил, фокус сбил. Все, вот так, отлично. Теперь, что делаем? Включу камеру, сразу вторую. пишет, пишет. Кепка прикольная, да? Интересно, мне так идет? Ладно, хрен с ним, идет не идет. Включаем видеозапись. запись пошла, патронов не зарядил. Также, три штучки. Ну и пробы. фокусировка сбилась, или что? Не пойму. этот момент надо будет мне перепроверить. сетка очень тонкая. Вот приходится ловить точку, потому что сейчас я вижу очень-очень нехорошо. Вот точку вижу, выстрел. И еще разочек. Поглядим. Ну, они у нас чуть-чуть разлетелись, но тем не менее, плюс-минус в том же габарите. Если учитывать, что у нас это патрон барнаульский, который не блещет качеством, так сказать. Но тем не менее, то есть, если даже вот сейчас смотреть, сейчас попозже пойдем посмотрим на то, что у нас получилось, тем не менее, вот этого результата более чем достаточно для того, чтобы прийти на вышку на ту же самую или на приводе где-то посидеть. То есть, поставили прицел и в принципе можно будет им работать. Но опять же, все говорю, все зависит от качества патрона. У нас патрон по 29 рублей. Ну и в принципе-то для них это результат вполне себе. Планка держит, СТП держит. Я пришел, вас принес. Давайте смотреть, что мы имеем. Поочередность выстрелов я, конечно же, не знаю. Вы-то, скорее всего, ее видели. Вот они, три попадания. Серия получилась, конечно, неважная, 70-75 миллиметров, но тем не менее, то есть, у нас СТП практически никуда не ушло. То есть, с учетом того, что тепловизор, барнаульский патрон, ну и карабин у меня, так скажем, мягко говоря, не спортивный, сугубо чисто для охоты. Хотя, по добранным патронам он укладывается в минуту, но на хороших пулях. Хотя, давайте-ка мы с вами еще один экспериментик забабахаем. Есть у меня патроны с пулей лапово-сценар 167 гранов. Это 10,8 приблизительно по-нашему. Сейчас мы три штучки бахнем, не меняя пристрелки, посмотрим, как они прилетят. Сделаем максимальное выцеливание, то есть, я сделаю цифровой зум и попробую пострелять с тепловизора с этого именно на кучность. Посмотрим, если кучность будет хорошая, значит, я молодец. Если кучность будет плохая, ну, как минимум, мы соберем всяких дурачков в комментариях, хейтеров, которые напишут какую-нибудь херню и видео за счет комментариев будет продвигаться. Поэтому, что? Правильно. В любом случае, я буду молодец. Включаем вторую камеру. Она у нас пишет. Кеплик я не выключил, по-моему. Да, он у нас также продолжает быть выключенным. Кстати говоря, автономность у него довольно хорошая. Заряжаем три патрона с пулей лапово-сценар. Кто будет отсчитывать улетающие рублики? А здесь за выстрел у нас получается где-то, то есть, одно нажатие на спуск рублей 140 примерно получается. Так, включим видеорекордер. Он у нас пишет. Хорошо. Теперь приближаем кратность. Раз, два, три. То есть, максимальный зум. Картинка в картинке нам дает кратность. Я уже даже и не понимаю, какую, но я думаю, где-то крат 20. Тут точно есть. Попробуем. Что у нас из этого получится? Нам главное... Микрофон сцепляется, кепка не ложится. Короче, уже отмазы пошли. Нам главное остаться в бумаге. Просто посмотреть, какой будет разлет между пульками. Целиться буду четко в середину светящегося пятна. Можем начать. Серьезная отдача. Но я тут порошка-то не жалею, когда в них сыплют. И ветерок подул. Вот такой вот ветер, кстати, сдвигает пулю где-то на сантиметра полтора обычно. на 100 метров. Поглядим. Ну, где-то мы по-моему, плюс-минус там же. Пойдемте глянем. Да, маршруты вот эти, конечно, меня накаляют. Я не люблю пешком ходить. Ну, что мы тут имеем? Дурачков сегодня мы в комментариях не увидим. Но, тем не менее, вот у нас все три попадания. Раз, два, три. Какую же серию у нас собирает тепловизор по трем выстрелам хорошим патронам? Серия у нас получается 14 миллиметров. Это меньше, чем половина угловой минуты на дистанцию 100 метров. Ну, и, соответственно, только что наглядно мы увидели с вами разницу между дешевыми патронами и патронами, которые стоят в энное количество раз подороже. Вывод какой можно сделать? Ну, честно сказать, я человек, который привыкший, так сказать, к разным плюшкам в тепловизоре. Как минимум, это хотя бы должны быть информативные, на мой взгляд, сетки. Здесь таковых всего две. Ну, я выбрал одну, которая по параметрам мне больше всего подходит. По надежности. Ну, он железный, да, реально. То есть, это алюминиевый сплав из цинка, алюминия. Но факт в том, что он реально полностью весь железный. Комплектация из коробки СТП держит после снятия установки. Наглазник резиновый на сценарии ощутило, работает. Глаз у меня не пострадал. Единственное, что сейчас вот на солнышке, я обратил внимание, очень легко вот эта вот штука вращается. То есть, раскисает непосредственно отстройки. Вот эти вот органы управления отстройки, фокусировки и диоптрия. Но это может быть и хорошо, потому что летом охот с тепловизором не так уж и много. В основном это когда уже станет попрохладнее, сейчас уже припекает капец. И, соответственно, то есть, когда у нас наступает холода, у нас они не будут дубовыми. То есть, все будет контролироваться очень легко и, скорее всего, даже это возможно будет делать в каких-то теплых перчатках. Картинка у прицела действительно очень-очень хорошего качества. Я мог сказать, наверное, отличная, но я все равно люблю где-то что-то минусовать. Если мне что-то очень сильно нравится, я начинаю относиться к этому с небольшим подозрением. Тем более, когда цена на данный сегодняшний день. Ждемся охоты, попробуем с ним поохотиться на лисичку. Посмотрим его в деле. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Лайки, дизлайки, как обычно, по желанию.